Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать в новое видео! Рада, что вы открыли это видео и давайте начинать! В этом видео приглашаю вас со мной начать декорировать ваше гнездышко. Для начала хочу поздравить всех с наступившей зимой. Желаю вам сказочной зимы, сказочных праздников и всего самого наилучшего и конечно же мирного неба над головой. Субтитры сделал DimaTorzok Единственное, чем я спасаюсь, это раз в месяц я протираю чистой хлоркой все уголки, где есть свойство выходить плесени. Хлорка в чистом виде из бутиля меня спасает примерно на месяц, поэтому когда я вижу, что снова проявляются эти зеленые мокрые пятна, я сразу же снова беру бутиль и протираю все углы. И так достаю я свою небольшую коллекцию наволочек для подушек. И подбираю вот эти наволочки с елочкой, так как у них там есть желтые игрушки, которые сочетаются с занавесками. Теперь я хочу разобрать декор, который у меня есть. Я его держу в келлере внизу, в обычных коробках, органайзерах. Все, что у меня было, я складывала туда. Итак, на окно я хочу поставить веточки, такие вот красные ягоды зимние, и буду украшать точно так же, как и в прошлом году, наши декоративные вазы, которые стоят в углу. Для начала я убираю весь осенний декор, так же немного прибираю на комоде, все лишнее отправляю по своим местам и начинаю украшать вот эти две вазы. Эти веточки я покупала в прошлом году, они очень красивые, мне они очень нравятся. Даже от дневного света они очень сильно блестят, тем более, если зажигать огни, то они еще сильнее начинают блестеть. Субтитры создавал DimaTorzok К зимним ягодам, которые я поставила в вазочке на окна, я добавляю гирлянду на батарейках. Она бьет розовым цветом и очень красиво сочетается с ягодками. Так как я украшала днем, я решила опустить жалюзи для того, чтобы вы могли увидеть этот свет, вот эти блестки, то, как все красиво переливается, как все красиво блестит, но, конечно же, это не так выглядит, как ночью. И камера, конечно же, не передает этот эффект от огоньков. Субтитры создавал DimaTorzok Мне очень понравилось, как получилось, так минималистично, но очень по-домашнему, очень уютно. И здесь над кроватью я еще добавила гирлянду, потому что мне показалось немного скучноватым вот именно вот это место, и поэтому я добавила точно такую же гирлянду, как на окне. Далее перехожу я в детскую комнату. Здесь я буду украшать только окно, потому что ставить вазочки или какие-то цветочки нет смысла. Они играют там, подбрасывают игрушки, может мячик какой-то бросят, и не хочу, чтобы они разбили или поранились. Креплю я гирлянду вот на такие гвоздики, у них кончик прозрачный, поэтому практически их не видно. Знаете, монтируя сейчас видео, я вспомнила, что не заклеила наши снежинки белые. Я покупала как-то на Алиэкспресс года три назад, и вот до сих пор ими пользуюсь. Их можно легко отклеить и обратно на следующий год заклеить, потому что они пленочные. Эта гирлянда идет в форме сетки, у нее невероятно яркие огонки, они мне очень сильно нравятся, поэтому эта гирлянда и прижилась в комнате девчонок. На дверь в детской комнате я ставлю адвент-календарь. Мы никогда эту дверь не закрываем, она всегда у нас стоит открытая, то есть и поэтому я прям так и ставлю наш календарь. Покупала я этот календарь в магазине Lidl в этом году, он очень милый, такой прочный, за 10 евро кажется, я не помню точно, 9,99 кажется он стоил. Ну и у меня осталось немного времени, так как ребенок спал, и я решила, конечно же, еще украсить комоды при входе. В этом году я еще ничего не покупала для украшения, для декора, все у меня с прошлых годов, но если понадобится, когда буду украшать елку или гостиную комнату, то я что-то докуплю, но в принципе сейчас я украшаю из того, что есть. На этом я буду с вами прощаться, желаю вам мирного неба над головой и до новой встречи в новом видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»